Машине Маком представляет Разум Фримана Эпизод 6 Так, ну что у нас здесь? Похоже автоматически, похоже на Глок, снят с предохранителя. Хорошо, что я смотрел Крепкого Орешка почти 50 раз, иначе я бы ничего не знал про пушки. Отлично, полная обойма. Охранник, видимо, перезарядил перед смертью. Как предусмотрительно с его стороны. Опять, что ли? Ну ладно, давай поиграем. В будущем все вот так будет. Двери... Нет! Что это за фигня? Я телепортировалась из ниоткуда. Почему? Я даже не знаю, что это. Может, я поторопился стрелять в него? Может, это был их посол? Ладно, если я увижу еще одного такого, послушаю, что он скажет. Вспомнишь говно, вот и оно. Блядь! Каждый раз одно и то же. Начинаешь доверять людям, они сразу пытаются тебя убить. Вот что я заслужил за попытку быть любезным. Ага, ну сейчас получите. А ну жрите, прыгающие пид... Наверху кто-нибудь есть? Похоже, нет. Ну и ладно. А, похоже, это комната смерти. Не, я туда не пойду. Как мило с их стороны повесить знаки. Это символ яда. Спорим, что эти бочки наполнены ядом. Может, мы просто пытались загубить весь мир? Ну, мы хорошо потрудились. Думаю, мне точно не понравится то, что за этой дверью. Я был прав. Больно! Так, ну хватит. Официальное заявление. Все пришельцы засранцы. В особенности ты. И ты. А ну стоять. А, отличненько. Это был неплохой выстрел. Ну чё, теперь не такой крутой, когда у меня появился пистолет, а? Это же тупик. Эй, мужик в ящике. Может, не надо мне так стебаться над выжившими? Ведь им и так нелегко. А почему у нас решетки тут? У нас типа тюрьма своя, что ли? И ты. Ты настоящая заноза в заднице. Эй, ты осознал, что ты заноза в заднице? Я вообще-то о тебе говорю. Ну всё, с тобой покончено. Так, посмотрим. Я видел и более крепкие решетки, чем это. Или нет? А, это что? Похоже, что это отходы из комнаты смерти. Так, стоп, а обратно-то я как залезу? Чёрт. Вооружённый белый парень с тяжёлой броней не может прыгать. Я не уверен, что спускаться сюда было разумно. По-моему, очень даже глупо. То же самое можно сказать и о сегодняшнем эксперименте. Это было бы очень умно, если бы сработало. Похоже, это открывает ворота. Не, блядь, какой же я дурак, я сейчас дохну. Эй, я же на другой стороне. Думаю, я до сих пор не знаю, было это глупо или умно. По-моему, и то, и другое. Типа глумно. О, супер. Из этой трубы, наверное, яд течёт. Фу, я же плавал в этом. Эта штука такая ядовитая, что наверняка моя кожа станет красной, волосы выпадут, а я буду ссать кровью. Спасибо, Блэк Месса. Только бы не тупик. Так, это куда-то ведёт. Я не уверен, что хочу попасть в центр Земли. Но я, блядь, не вижу запасного выхода. Ух ты, бесплатные обоймы. Кто-то пытается меня подбодрить. Блин, они все в крови. Конечно, здорово, что он умер, и мне досталась его обойма, но это как-то неприятно. Теперь у меня весь костюм в этом. Похоже, так можно запустить подъёмник. О, поезд покидает станцию, всем срочно на борт. Вот только не ты, у вас билетов нет. Чёрт, этот костюм не защищает от гравитации. Это чё такое? Мордопрыги! Приступим! Первый удар. Второй удар. Блядь, да тут дождь из мордопрыгов. То есть, инопланетян. Почему так долго-то? Я бы туда попал быстрее. Нет, а ну не пищи! Никого не волнует твоё мнение. У тебя нет прав. Вы все тут понаехавшие. Так что делайте, чё вам говорят, и прыгайте в эту гигантскую мясорубку. Нет, вы всё неправильно делаете. Вы себя не контролируете. Давай, 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 давай! Быстрее уже! Отлично, сейчас сюда телепортируется ещё одна тварь, а то здесь ещё не полный пи***. Какого в х**? Что случилось? Почему все эти площадки так плохо закреплены? Я туда не допрыгну. Чё же делать-то? О, отлично, я прям жду не дождусь, пока ты поторопишь меня. Ну ладно, была не была. Так, пока всё нормуль. Ну, не поскользнитесь. Ну, а теперь чё? Вот отстой. Перевод на русский язык Александра Кост. Текст читал Максим Кулаков. Специально для Stop Game.ru Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok